Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз нерушимый Здравствуйте, в эфире программа Союз нерушимый. Вас приветствуют ведущие передачи Азиз Агаев и Владимир Сметанин. Спустя две недели мы снова вместе с интересными гостями и с очень, кстати, интересной темой. И вот эту тему мы еще ни разу, по-моему, не затрагивали за почти два года, после двух передач о празднике. Мы наконец-то с тобой приходим к тому, что люди обычно делают на празднике. Не только едят, пьют, но еще как-то пытаются разгрузиться. Да, чтобы сжечь эти калории и провести себя в нормальное состояние здоровья, фигуры и настроения. И не только. И не только. Так что сразу же заявляем нашу тему. Мы сегодня впервые, пожалуй, вот так широко будем говорить о танце. О танце народов Кавказа. Да, все верно? Да. И будем говорить о танце со специалистами, с людьми, которые любят танец, с людьми, которые умеют танцевать, с людьми, которые умеют показывать и учить, как танцевать. Давайте представлю, во-первых, Гайдарбека Гайдарова. Это организатор и руководитель школы лесгинки и кавказских танцев в нашем городе. Гайдарбек, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. И Гаджи Мурат Шахбанов, хореограф этой же школы. Но я вот боюсь, что сейчас я как бы минут на пять зависну с перечислением всех ваших титулов, уважаемый Гаджи Мурат. Саламу алейкум. Добрый день. Вау алейкум. Саламу алейкум. Да, значит, это человек, можно сказать, почти что легенда. С большим портфолио, как принято говорить. Во-первых, он учитель, и учитель во многих школах, и во многих даже, я бы сказал, странах, учил вот этому искусству танцу. Во-вторых, он еще в 85-м году был уже лауреатом 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. А в 2000-м году он стал лауреатом первой степени на лучшую фольклорную лесгинку. Ну, в паре, значит, с девушкой, которая тоже прекрасно со спутнершей. Это вот именно фольклорная лесгинка. Фольклорная лесгинка. Из-за этого двое. А если просто лесгинка, то это один мужчина. А вот мы сейчас спросим после того перечтения, чем отличается, значит, фольклорная лесгинка от лесгинки. И, помимо этого, редко кто, как бы, совмещает сразу получение этих двух лауреатов. Он еще и стал лауреатом на лучшую техническое мастерство. Ох, как бы посмотреть на это техническое мастерство. Да, было такое дело. А сколько вам в 85-м году было лет? В 85-м. Вы же молодой были тогда? Совсем молодой получается. Где-то вот получается, если 85-й, значит, 7-й класс. 7-й класс. То есть такой подросток-подросток. Ну, уже уже мужчина, уже 14 лет, да. Ну, наши слушатели, я думаю, услышали уже ключевое слово. Лесгинка именно, да, в первую очередь, ей посвятится. Ну, когда мы говорим о кавказских танцах, я думаю, что если нам опросить людей и спросить, какой кавказский танец, вы знаете, наверное, первое, что они скажут, это лесгинка. Да, да, да. Вот. Кстати, да, я еще напомню, что наши гости сегодняшние, они родились в Дагестане. В Дагестане. Из Дагестана приехали. Они оба аварцы. Да. Да, и родились, выросли в Дагестане. Ну, давайте, наверное, сначала начнем о том, что представляет собой школа, да, школа лесгинки и кавказских танцев, а потом мы как-то вот уже к истории-то танца, да, Азис Альич, переедем. Да, ну, Гайдарбек уже, наверное, давно живет в Кировской области, да? В Киров я впервые приехал в 1996 году, и с тех пор здесь остался по воле и судьбе уже 20 с лишним лет, получается, так. Ну, мы поняли, что вы разными, разной деятельностью занимались на протяжении этих 20 с лишним лет. Да, да, да. И вот одно из ваших начинаний, это как раз-таки школа. И все время в душе нес эту мечту. Ну, это, да, у меня с детства, какой кавказец не несет в душе вот именно жар этой лесгинки? Да. Такого, наверное, нет. Где только звучит музыка лесгинка, ну, если он не сможет выйти станцевать, хотя в душе у него вот этот порыв есть. В душе, в крови? Да, есть, есть. Вот недавно я ролик тоже смотрел, человек без ног танцует лесгинку. Абсолютно обе ноги нету, человек танцует лесгинку. Причем в паре. В паре танцует, да. В паре танцует, на площадке, на улице танцует. И то же самое здесь вот занимался я разными, ну, деятельность, сегодня мастеровой немножко человек. И вот года два-три тому назад у меня такая мысля, или мысль такая пришла, что неплохо было бы в Кирове организовать такую же школу, как они есть в Москве. В Москве, они есть в Иванове школа лесгинка, в Оренбурге есть, в Ярославле есть. Во многих городах уже эта тенденция пошла. Почему в нашем городе не должна быть такая школа? Почему нет в нашем городе, да. Почему нет в нашем городе, почему не могут здесь выступить выпускники нашей школы на каких-нибудь... Соревнованиях, конкурсах. Конкурсы можно, можно конкурсы, да. Можно на праздники, вот на Театральной площади, к примеру, есть площадка, туда выходят танцевальные коллективы, они там показывают свое умение. А почему дагестанцы, кавказцы не могут это сделать? В общем, засел у нас такой хвост. Вот когда вы говорите, что какой кавказец там, услышав звук лесгинки, там не выходит танцевать. А я вот возьмите, посмотрите в интернете, я недавно, значит, смотрел как раз, мне тоже такие вещи интересные, смотрю, играет лесгинка казацкая, дорогие мои. И танцуют казаки лесгинку, и скажу вам, танцуют очень хорошо, с кинжалами, с мечами, там, по-хорошему танцуют. Я не говорю, что они лучше или хуже, но танцуют. Но видно, что они, собственно, профессионально, да. Это говорит о том, что, наверное, что музыка лесгинки захватывает не то, что не только души. Весь мир. Весь мир, потому что, наверное, потому что вот когда Советский Союз разрушился, вот у нас получилось, что все разошлись, иммиграция была. Наши евреи из Махачкалы уехали, которые участвовали в этом ансамбле лесгинка, хореографический ансамбль государственный. Они уехали, и они, вот я тоже в интернете это вычитал, конечно, они там создали вот такие ансамбли. Там это где? Куда они уехали? В Израиль. Куда они уехали? И в Израиле, и в Нидерландах они есть. Но они не только, наверное, в Израиль уехали, я так думаю, и в Америке есть. Они там создали эти группы, и там они успешно выступают. Успешно выступают, и люди восхищаются этим. Ну, это же, вы сами знаете, зажигательный танец. Очень зажигательный танец. Евреи, танцующие лесгинку, это интересно. Горные, это у них как будто, они не хуже, они лучше даже. Есть такие, да, есть. Хадим Рад, руководителем ансамбля лесгинки, основоположником был у нас... В Танхо Израилов. Израилов, В Танхо Израилов. Чистый еврей. Еврей. После него пришел Иосиф Матаев. Тоже еврей, да? Самой Лойч, тоже еврей. Тоже еврей. И в составе ансамбля большинство были евреи. Они прекрасно танцуют, они очень хорошо чувствуют вот это все. То есть вот это у вас в душе вот это вот желание, чтобы в Кирове тоже была такая школа. И привело к тому, что вы наконец-то... Да, я немножко отошел от этой, ушел в сторону. И вот начал я создавать это. В прошлом году, год я работал над этой темой и пригласил хореографа. 10 сентября мы открывали уже однажды, открывали здесь. Приглашал хореографа, тоже из Дагестана, заслуженный, не заслуженный, а заслуженный артист был хореограф. Но он пришел, посмотрел на такое, ну, неживое начало наше, наверное, я так думаю. Куда пришел? Киров приехал. Киров приехал. Я его приглашал, да. Год поработал, я списки собрал, людей созвал. В этом же Доме Дружбы Народов сели, собрание провели. Дом Дружбы Народов, это то, где сейчас базируется ваша школа? Ну, бывшие ДК Металлургов. ДК Металлургов, да. И вот мы там что, собрались, и получилось, ну, он ушел через 3 дня, ему не понравилось, наверное, скорее всего. Ну, дальше я начал работать, и через еще, ровно через полгода, вот в марте 15, 15 марта, вот 17 года, приехал Годжим Мурад. Спасибо Годжиму Мураду, он решился. Огромное спасибо, да. В Кирове. И вот мы начали вот это все, собрали там людей, и потихонечку уже идем вперед. Годжим Мурад, вы обучаете только детей? Значит, возраст не ограничен. Не ограничен? Не ограничен. От 7 до 50, если человек... До 50? Значит, меня уже не возьмете. Можно и выше. До 99 берем. Если человек может двигаться, контролировать свое здоровье, это все, то нет проблем. То есть, главное, чтобы было желание. И, как говорит Гайдарбек, музыка в душе. Да, да, да. Это все будет. Вы обучаете еще, стоит уточнить, и мужчин, и женщин, да? И мужчин, и женщин. И девочек, и мальчиков. И девочек, и ребят. И никакой роли не играет национальность. Национальность, я вам скажу, люди добрые, вот так вот, да. Вот вы здесь сказали, что еврей был там руководителем. Это не имеет значения, кто по национальности ведет какую-то где-то... Творческую деятельность. То, что он еврей был, это я подчеркнул не потому, что значение имеет. Искусство принадлежит народу. Народу в самом общем его понимании. В общем понимании. А кто там руководит, там евреи, там джеченец, дагестанец, азербайджанец. Может танцевать любой человек, любой национальности. Это любой, кто может вести такую работу, всем дано. То есть, любой, кто может танцевать? Может и танцевать, может и вести руководительские работы. Почему бы нет? В общем, любой желающий может прийти в школу. Не обязательно, чтобы он был там с Кавказа, там, да. Не обязательно. Потому что я много знаю, как бы, русских там детей и родителей, которые хотят, и чтобы их ребенок умел танцевать. Потому что это красивый танец. Вы понимаете, в этом танце многое, что можно сказать насчет лезгинки. Давайте уже переходим. Да, да, да. К описанию самого танца. Одного из лучших танцев Кавказа. Лезгинки, да. Вот этот танец лезгинка, в этом танце есть четкость, жесткость, резкость, шустрость, быстрота, терпение, выносливость. Вот нежность, это однозначно. Вот все вместе, вот это? Там здоровье, там физическая культура, там медицина. Полностью все, что человек должен иметь, это все есть в этом танце. Самое главное, выдержать на курску. А это правда, что мужчина, танцующий лезгинку, такой образ орла на себя примеряет, нет? Это обязательно. Или чей образ он примеряет? Этот орел, он орлом становится, когда он индивидуально выскакивает на середину, на сольный кусок. И он, внимание все идет на этого орла, и он выдает всю свою энергию зрителю, чтобы зритель его воспринимал от и до. А правда, что сложно больше трех минут как бы вот сольно, если по-хорошему танцевать? Сольный кусок, не танцуется три минуты. А сколько танцуется? До двух минут. До двух минут, то есть там уже сложно как бы, да? Парный танец длится 2-15 секунд, вот так вот, 2 минуты 15 секунд, вот так вот. Я ожидал, что это еще и регламентировано по хронометражу. Я думаю, что тут и нагрузка как бы рассчитывается. Просто нагрузка большая бывает на парную лезгинку. А когда масса танцует, когда масса танцует, там нагрузку не чувствуешь. Там один другого заменяет. Да, да, да. И поэтому особо массовики не чувствуют особо нагрузку. Нагрузку чувствуют только солисты, трюкачи, вот они. Которые выбегают, выходят, выскакивают там на сольный кусок, отрабатывают и уходят. А в коллективах больших, которые лезгинку исполняют, есть конкуренция среди танцоров за право кому исполнить этот сольный номер? Всем, наверное, ребятам хочется ведь? Ну, это не каждому дано быть трюкачем. А как, вот вы как специалист, как хореограф, как отбираете? Ну, смотрят на умение, на умение артиста. Он уже там присмотрел, в нашей группе уже присмотрел. Он как трюкача присмотрел. Поясните, кто такой трюкач, это все-таки солист и трюкач? Трюкач это тот человек, который вот исполняет там все виртуозы. Сальто, мальто. Способный на это все, живой человек. Сальто это акробатическое. Энергичный. Кто может там крутиться, вертеться на коленах, на пальцах. Да, вот это все исполняют трюки. Ну, как сказать, там двойные, двойные с разворотами, колено, шанель. Это все, значит, это трюкачи. А солисты, это которые выходят в пары с партнершей. Вот. И есть солисты отдельные пальцовщики. Пальцовщики? Пальцовщики. Это они издают в танце. А регламентировано ли, сколько танцоров должно исполнять лезгинку? Или неважно? Это не имеет значения. Чем масса больше, тем красивее танец. Рисунок танца, это очень хорошо смотрится, чем масса больше. Вот, к примеру, меньше десяти пар можно, можно, но его не назовешь особо таку... Зрелищным. Да, зрелищным. И в основном в других коллективах тоже где-то восемь пар, десять, двенадцать пар бывает. Вот так вот, да? А если там, если сцена тоже позволяет... Двадцать пар, например. К примеру, я вам сейчас скажу вот так вот. Лезгинка, академический ансамбль, лезгинка. В верхнем приветственном танце... Дагестанский. Да, республика Дагестана. Знаменитый на весь мир, который мы, кстати, с Азизом Алиничем видели осенью прошлого года. В Москве мы посмотрели. Академический ансамбль лезгинка. На приветственной лезгинке у них выходят... Значит, на сцене бывает человек, значит, тридцать шест. Массовиков. Не считая солистов, которые еще выбегают. И включая еще солистов и трукачей, да, которые выходят на сольные куски, значит, там где-то около под 50 человек на сцене бывает на одном танце. Ну, это очень, конечно, зрелищно. Ведь не забывать нужно о том, что они же все в костюмах еще находятся. Да, да, да. В образе. Чем масса больше, тем красивее и лучше. А если о костюмах немножко еще поговорить, что это за наряды? Так, костюмы выбираются специально, значит, по фольклору. По фольклору. Значит, которые вот наши деды, прадеды, которые носили черкесские, это все то. Вот, значит, кинжал, газели, там, папаха, там, башлык, башлык, пояс. Это все ичаги, это сапоги, которые одевают. Вот. Это все специально выбирается, цвета специально выбираются, на какой танец, какой цвет должен смотреться, на какой танец должен быть, какого цвета одежда. Это все, там эскизы есть специальные, специальные эскизы из костюмов, исторические, которые ранее, которые были, фольклорные. И, соответственно, берем из этих эскизов и делаем более современную. Это вы говорите о профессиональных коллективах, которые по эскизам готовят себе на ряды. Я слышал, что лесгинка у каждого народа там отличается. То есть там есть Доргинская лесгинка, Арварская, Кумыковская и так далее. Более того, вот этот ансамбль, который вы упоминали, мы в Москве когда смотрели, там и даже музыка отличается. И, собственно, рисунок танца отличается там и так далее. Значит, есть вот такое самое. Лесгинка только одна. Больше нет. В Дагестане, к примеру, у нас много национальностей. Сколько у нас там было? 14 коренных и всего там где-то населяет 36. 33, 36, 33, по-моему, да? Национальности в Дагестане. И их не все, вот это вот, да, то, что они танцуют, вот как вы сказали, да, вот Доргинский, там, Акушинский, имеется в виду Лакский, там, Лесгинский, там, Азербайджанский, там, Аварский, там. Нет, это не лесгинка. Народные танцы, наверное. Это народные танцы. На мотив лесгинки или что? Нет, и музыки бывают только из фольклора. Они представляют только фольклорные музыки и фольклорные танцы. То есть там ритмический рисунок, получается, как бы совпадает, да, а все остальное, музыка уже свое. Там единственное, что по тактам может соответствовать. А так все исполнение движения, зарисовки, сюжет, маневра, характер, это все разное. Это все разное. Они представляют только вот своего народного фольклорного танца. А вот еще говорят, что люди, как бы, вот, говорят, что во время парного танца, вообще, когда танцуют лесгинку, то есть в этом танце даже особая этика отношений между мужчиной и женщиной в этом танце. Вот немножко раскрыть можете вот это вот? Дистанция. И все? А взгляд там, движение там? Взгляды, это все то. Я вам сейчас объясню. Дистанция почему? Дистанция. Значит, он ближе полуметра, партнерша подходить не имеет права. Мужчина? Мужчина. Потому что это чужая девушка. Ну, это не его, по крайней мере. Это не его, по крайней мере. Это не его, значит. Это она партнерша. Касаться до партнерши абсолютно нельзя. Категорически нельзя. За обнаженной части тела или как? Вообще. Вообще. Дотрагиваться до партнерши нельзя. Не только там за руки взял, даже костюм задеть нельзя. Да. Вот. Ближе полуметра, я же говорю, нельзя будет подходить к партнерши. Вот. Значит, ввести свою партнершу. Партнер, он должен всегда держать свою партнершу под наблюдением. Своего взгляда. Она же лебедь своеобразная там, да? А партнерша, она не должна ответить партнеру этим же взглядом. Она должна строго смотреть вниз на кончик пальцев или на кисть, на свои руки. Потупить взгляд, да? Да, называется потупить взгляд. Глаза партнеру смотреть, партнерша не имеет права. Нельзя. Это не по горским законам и не... А вот движение, вот куда идет там и в каких случаях там... Значит, я объясню, из самого фольклора, как лезгинка началась, да? Поскольку я знаю, как и мой руководитель, это все... Все-таки каждый руководитель ведет урок история хореографии. Да, да. Вот. Вот давайте сейчас как раз про историю. Сколько вообще лезгинки лет, как она появлялась? Вот это тяжелый вопрос. Я не нашел, кстати, на него ответа. Нет, я могу ответить. Сколько народ существует, столько лезгинки надо существовать. Нет, я могу ответить вот так. Заразил, если я не ошибаюсь, впервые открылся песни «Танцы Дагестана», «Мой Дагестан», где-то в 63-м году. Где-то вот так. Это фестиваль был уже что-то? Нет. Впервые появился ансамбль в Дагестане. А, ансамбль. В Дагестане. Ансамбль в Дагестане. Появился в 63-м году, если меня память не изменяет. А в 69-м году он же самый танхой Израилов танцевал в этом же ансамбле. «Песни и танцы Дагестана». И ему в голову пришло, оттуда собрать, значит, хороших танцоров. Почему бы не собрать новый коллектив ансамбля танцев. И вот так вот, где-то в 67-м или 69-м году он собрал ансамбль «Лезгинка». И вот как оно пошло дальше. На сегодняшний день оба коллектива существуют, работают. И все-таки я позволю вернуть вас. А вот, как вы сказали, когда зародилась «Лезгинка». Теперь смотрите. Вот это, почему я сказал, что тяжелый вопрос. Значит, каждый руководитель или каждый имеет свое предположение, как оно могло появиться. Для этого нет четко, по-моему, или как там сказать, что поставлено, что он именно родился в такое-такое-то время. Я могу единственное предположить свое такое предположение, как оно зародилось. Значит, в основном, мне кажется, это все от диких животных. От диких животных? Да. То есть вы имеете в виду, что люди наблюдали за тем, как ведут себя в природе звери? Время, раннее время, значит, были только люди-охотники. Ну, мужчины охотились, соответственно. Охотились. Добывают пищу для семей. И это не светское время, это еще раннее же время, как оно могло зародиться. Это мое предположение, как я думаю. И эти охотники, какой-то из этих охотников, может быть, где-то что-то, какой-то вот напев птицы, мелодию, как он из этой мелодии как-то вот собрал, где-то что-то такое. Вот. Увидев какой-то вот хищного там животного, который вот какой-то там, мы на сегодняшний день называем эти стойки, выпады, это все, это от них. Ну, то есть это как бы популярная теория подражания, да, подражания или копирования. Ну, может быть, как-то вот он неосознанно начал совершать такие именно движения стремительные, да? Ну, опять, да. Ну, хорошо, друзья, я верну вас, извините, к вопросу. Или все-таки, может быть, на рекламу небольшую мы сходим? Ну, давайте. Давайте рекламу скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз нерушимый. Продолжается программа «Союз нерушимый». Ведут передачу Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. Говорим мы сегодня о танце Лизгинка. И в гостях у нас Гайдарбек. И не только Лизгинка. Мы пытаемся поговорить о кавказских танцах. Их очень много. Их очень много, да. Но Лизгинка самый известный. Да, самый известный. Наши гости, еще раз повторяем, Гайдарбек Гайдаров, организатор и руководитель школы Лизгинки и кавказских танцев в нашем городе. И хореограф этой школы, то есть тот, кто непосредственно обучает. Замечество. Чемурат Шахбанов, да? Который приехал совсем недавно, оказывается. Месяц как приехал. Месяц и вот влился в эту работу. Титулованный учитель, скажем, мы уже говорили в начале передачи, но еще раз как бы. И так мы остановились на интересном месте. Да. И вот интересное место, значит, вот я все-таки верну, вот когда говорили про этику, и я спросил у вас про ведение, вот все-таки в танце. Кто кого ведет, как ведет и куда ведет? Ага. Значит, партнер ведет свою партнершу. У партнера обязательно должна быть одна рука на кинжале. Это, видимо, означает готовность реагировать на какую-то опасность в любой момент. А вторая рука вытянутая сзади партнерши. Сзади партнерши. В случае чего, чтобы защитить свою партнершу. Закрыть ее. В любое время, чтобы он мог успеть, выйти, вытащить свой кинжал. А во время танца, значит, подтянутый партнер, он ведет именно туда, где его, к примеру, если это свадебно-обрядный танец, он ведет именно перед своим родителем, друзьям там, всем, показывает, что у него появился интерес к этой партнерше, к этой девушке. То есть тут есть еще и тайный умысел, так сказать. То есть посмотрите, ребята, и мама с папой. И он показывает вот так вот, что ему интересно вот это вот. Девушка, и вот, пожалуйста. А если неинтересно, куда идут? Если неинтересно, значит, он ведет ее по кругу, отход назад, середина. Да, это исполнение всех движений танцев, которые он знает. Потом, раз после танца, обязательно он должен отблагодарить свою партнершу. Потом поклон или что? Положа руку на сердце, опускаешь голову. И отходишь. Два-три хлопка. Баркала. Это спасибо. И отход. Это, видимо, один из сюжетов, который присутствует. Ну, это уже нам почти что весь танец выступил. Джимурад уже рассказал. Хорошо. А когда вот этот танцор, Джигид, показывает своим друзьям, что он умеет? Может ли он, танцуя в паре, оставить там партнершу где-то, а сам показать в это время там свое умение? Он дает внимание партнерше, потом он может приостановить свою партнершу, может приостановить и дать внимание своим друзьям. А после, только это на маленькое мгновение, секунду, три, пять, но не более. То есть партнершу оставлять надолго нельзя? Надолго нельзя. Она должна рядом стоять с партнером, пока партнер не закончит свое умение перед своими друзьями. А потом раз, и они вступают обратно в танец. Друзья, вот вопрос еще какой. Вы сказали, что когда говорили, кто может танцевать, сказали 50, а там по состоянию. Значит, кавказские танцы требуют, ну, наверное, как многие танцы, достаточно большой выносливости, да? Терпения и выносливости. А что дают вот эти вот танцы в плане там здоровья, красоты там человеку, его, может быть, психического, психологического самочувствия? Значит... Что вам лично, Гаджумура? Теперь смотрите... Годы и десятилетия занятий, да? Да, я понял вопрос, значит, лезгинка. Лезгинка дает человеку жесткость, это однозначно, подвижность. Жесткость или твердость? Твердость, жесткость в характере. А, в характере, в первую очередь. Жесткость в характере. Это обязательно, которую человек должен... Отводит от вялости, от вялого образа жизни, наверное. Бодрость она дает, бодрость, постоянно в тонусе, легкость. Все жировые клетки можно убить в течение трех месяцев. А самка? Три месяца. Три месяца, и все жировые клетки можно убить. Спокойно. Но, наверное, в этих целях лезгинку все-таки не применяется. То есть, кто хочет похудеть, может ходить на лезгинку. Потому что у некоторых людей такой вопрос бывает. Вот я толстый, мне как бы стесняюсь там, значит, вдруг я не смогу подпрыгивать. Комплексовать нельзя, комплексовать нельзя. Лезгинка уничтожает вот эти психологические проблемы в том числе, да, позволяет человеку... То есть, морально как-то еще укрепляет, да, она психологически расковывает, да. Она, я же говорю, человеку расковывает, да. Или что он делает? В хорошем смысле слова расковывает. Он, ну, к примеру, если я... Ты сам танцуешь, кстати, лезгинку, дорогой? Если хорошая женщина пригласит, то потанцую я. Ага, несмотря на мои годы, если красавица пригласит. Подождите, а женщина в лезгинку может вообще приглашать? А там как? На свадьбе, например, свадебная лезгинка, там палочка есть, эстафетная. Ага, передается, передается, и вот пока музыканты не устанут, эта палочка передается, и танец не прекращается. Эта танец называется обрядный состязательный. Обрядный состязательный. Состязательный? Да. Да, но они же еще... Ладно, я потом спрошу, почему состязательный. Давайте сейчас спросим, чтобы в коротко ответ звучало. Это значит, кто круче простым языком выражается, да, исполняет... Кто круче танцует, и кто больше времени, выносливость. О, как. Соревнования. Это и танец, это и искусство, это и искусство. То есть лезгинки могут люди танцевать по времени? То есть они могут друг с другом, там, 3-4 человека и будут танцевать или как? Пара. А, парами, да. Пара. Партнерш и парень. Партнер. Не могу не спросить еще, часто мы задаем этот вопрос, а вот дети, да, дети, мальчики те же самые, они когда приобщаются? Обязательно ли их обучать танцу? Как обучать, где обучать? С какого возраста? Да, с какого возраста. Желательно с 5 лет. Вот. Так как, чтобы нагрузку не дать, это все то, вот, когда ребенок уже в кости это все сформируется, это все когда станет на свои места. Ну, можно с 6, можно с 7. Эти занятия, где они могут быть? Дома, не знаю, или обязательно нужен специалист, тоже хореограф, чтобы правильно ставилось это все? Обязательно, значит, когда мы своих детей отводим, там, к примеру, на аэробику, там, на плавание, там обязательно бывают инструктора, там, это все, да. И в этом случае в любом деле должен быть обязательно мастер, знающий, преподаватель или человек, который вот... То есть это не рекомендация, это обязанность именно мастеру, специалисту, да. Именно мастеру. Почему? Потому что я скажу вот так. Люди, которые вот по видео самоучителю, которые вот обучаются, вот, они неправильно ставят свою форму тела. Почему? Потому что опорные ноги, исполняющие ноги, это однозначно, человек должен пройти из над. Из опорной ноги, как перейти на другую исполняющую ногу. Сделать из той исполняющей ноги, сделать опорную ногу. Вот это все нужно объяснить, показать, и после им станет легче. То есть технику все равно должен научить мастер. А можно еще уже, так как у нас как бы со временем... Три минутки у нас остаются. Я так понял, что вы еще и обучаете другим кавказским танцам, в том числе красивым азербайджанским танцам. Есть, азербайджанские танцы. Вот азербайджанская тема, это вообще отдельная тема. В этом мы его называем как бы азербайджанский, восточный. У них музыка очень сильно богатая, обогащенная. У них там не так сидят человек 4, 5, 6, 7. У них целый оркестр музыки сидят, музыканты сидят, целый оркестр. И насчет танцев азербайджанских, это тоже самое, такой же ряд, который не перечислишь, столько фольклорных танцев азербайджанских. Единственное, что там в этом азербайджанском танце, что красиво, у них вот эта вот идет нежность, плавно, вот не шевеляя корпусом, не дая дребежь телу, двигается партнер и партнерша. Вот она самая главная красота в танце. Именно в азербайджанской? Обязательно, да, в азербайджанском. У них есть там, который вот танец, который вот, как они собирают там виноград, к примеру, это их ниже танец, лингла. В этом танце они проявляют, показывают, как там, они в саду собирают там виноград. Это все от кистей до самые поляные танцы. А какие танцы вот вы, а каким танцам азербайджанским там обучаете или готовы обучать? В основном вот этот вот самый азартный такой у них танец идет, это шалаху. Скорость бешеный. Простому человеку не догнаться. До того, такой сильный танец, это значит, когда... Кто-то от кого-то удирал, так танец было придумал. Нет, это как раз не удирание, а там... Да, 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 именно вот это там происходит. Когда человек входит в кураж, он не может остановиться. Этот человек уже в азарте. Этот человек в азарте. Он не может выйти оттуда, не может никак выйти. И он продолжает дальше. Как заканчивать свои запасы, все движения? Переходит на руки. Начинает на руках танцевать. Вот что такое азарт? Вот это самый у них такой сильный танец, который вот... И там конница у них идет такая же, вот. Беговые какие-то там есть у них упражнения еще там. Ну, очень-очень красивые танцы. Если можно сказать, 11 июня то, что будет фестиваль дружбы народов... Что вы будете показывать? Будете ли вы там танцоры? Мы пригласим. Мы тоже стремимся к этому. Насколько у нас будут готовы, значит, я не могу сказать. Зависит. Я скажу, это не от меня зависит, это зависит от посещаемости детей. От наполнения, собственно, да? Да. Но сейчас очень мало детей. Вот в течение 2-3 месяца... Два месяца осталось. За два месяца, чтобы подготовить детей и как-то вот сделать постановку сценическую, это абсолютно нереально. Гаджи Мурат, на таком уровне, возможно, и не получится, конечно, естественно, не получится. Я человек, рос на профессиональном уровне. Поэтому одна постановка делается только... Нет, мы вас понимаем, вы профессионалы. Ну, что я хочу сказать, мы вот как раз пригласили из Москвы ансамбль «Высший гор» Наиды Атаевой, которая именно специализируется на кавказских и закавказских танцах. Там как раз таки будут очень красиво, красивый танец этого, азербайджанский танец именно будет там. И не только азербайджанский, там, наверное, 2-3 номера они как минимум покажут. Но один из них будет именно азербайджанский танец. Замечательно, это все будет в рамках парада. Я еще не все спросил, ты хочешь заканчивать? Уже, увы. Давайте, Азиз Алич, мы пригласим на ближайшее время еще наших гостей. Давайте пригласим. Ну, будет вторая часть. Я думаю, что те, кто нас услышали, наверное, давайте скажем, что это в Доме Дружбы Народов проходит. Есть сайт, да? Есть сайт, есть. В интернете, значит... В ВКонтакте группа есть, Лезгинка Киров. Как искать? Лезгинка Киров? Да, Лезгинка Киров. Ищем Лезгинка Киров, и вы попадете в руки великолепного специалиста по кавказским и закавказским танцам. И научитесь прекрасно танцевать. Я вообще уже раздумываю взять своих друзей, и пусть это будет, значит... Между прочим, у нас 52 года старшему ученику и 5,5 младшему. Вот такой раздумывается. Да, и думаю, что, значит, Лезгинка Кирова нас тоже научит еще лучше танцевать кавказские, закавказские танцы. Спасибо. Обязательно вас еще приглашаем в ближайшее время. Да, на этом программа «Союз нерушимый» на сегодня завершена. Всего доброго. До свидания. Очень интересно, здорово. До свидания. СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ